Вы что без насилок наездите? Насилки для больных, а не грязных. А он, что-то какая разница? Большая, а вы будете в таком-то состоянии. А потом я тебя повезу, в этих насилках. Эти кадры появились в социальной сети ВКонтакте 22 февраля днём и вызвали бурю неоднозначных эмоций у березняковцев. Одни пользователи возмущались столь унизительному обращению с мужчиной, другие предлагали автору видео помочь затащить несчастного в карету скорой помощи, вместо того, чтобы снимать происходящее на телефон. Тем не менее, само видео быстро распространилось в интернете и дошло до Краевого Минздрава. Его глава Оксана Мелехова так прокомментировала инцидент на своей страничке в Инстаграм. Пришла в ужас от увиденного. Несомненно, проверим данную информацию. Но и без результата в проверке могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также министр напомнила, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. И пообещала позже сообщить о результатах проверки. Свою проверку по факту данного инцидента организовала и прокуратура города Березники. Ситуация была уже вчера взята на контроль. Вчера же уже были подняты все службы проверочных мероприятий. Сделан запрос в городскую больницу, куда доставили данного гражданина. Сделан запрос в станцию скорой помощи. Кто транспортировал, бригада скорой помощи будет опрошена. Мы попытались взять комментарий у главного врача станции скорой помощи Андрея Соседкова. Однако тот ситуацию никак не пояснил. То есть нам напрямую в Минздрав только звонить? Конечно. С Минздравом согласовываете. У нас есть порядок определенный только после согласования с Минздравом. Ситуации, когда врачи выезжают на вызов к лицам в состоянии алкогольного опьянения, далеко не редкость. Напомню, прошлым летом наша съемочная группа была свидетелем одного из подобных случаев. Тогда в стельку пьяный мужчина лежал на улице без сознания, с оголенной пятой точкой, чем и привлек внимание нашего корреспондента. Молодой человек. Мужчина. Он не реагирует. Тогда после вызова бригады скорой помощи мужчину привели в чувство и увезли в приемный покой краевой больницы имени Вагнера. Медики рассказывают, скорая постоянно привозит таких пациентов. И герои нашумевшего видео, которого врачи волокли по земле, тоже доставили в семиэтажку. Он поступил у нас 18.30.21 февраля. Вел себя неадекватно. Размахивал руками. Оскорблял сотрудников. Его осмотрел дежурный врач. Поставил ему алкогольное опьянение, медицинская помощь, и он не нуждается. И так как он вел себя неадекватно, то нам пришлось вызвать наряд Росгвардии. Зачастую так и складывается, что пьяные пациенты в медицинской помощи порой не нуждаются. А их поведение нередко представляет реальную угрозу персоналу больницы. Это вообще люди, которые теряют свой человеческий образ. И для которых сотрудники им без разницы, на кого ругаться, что делать и каким образом даже справлять свою нужду. Что если нужду они справляют в этой же палате, где они все находятся. А еще, по словам медиков, такие пациенты постоянно портят имущество и распускают руки. Для того, чтобы увидеть все своими глазами, наша съемочная группа в ближайшее время отправится в приемный покой Краевой больницы имени Вагнера. О результатах проверки по инциденту со скорой и о нашем дежурстве в больнице мы расскажем в следующих выпусках. Влада Фельская, Дмитрий Воронушкин, Степан Некрасов. Новости Верхниками.